Здравствуйте! Сегодня речь в нашей программе пойдет о подготовке к празднованию Дня города и Дня шахтера. Подготовка идет в плане. Мы уже давно готовимся, потому что традиционно в конце августа мы отмечаем два праздника – День шахтера и День города. Три года назад мы провели опрос среди жителей Артемовского городского округа, где определили, в каком формате мы будем праздновать неюбилейные даты со дня образования нашего города. Поскольку эта дата неюбилейная – 79 лет со дня присвоения городу статуса города, поэтому он будет проходить в таком же формате, как проходил в прошлые годы. То есть это мероприятие в течение нескольких праздничных дней в формате площадочных мероприятий. То есть это не будет шествие, но будет очень много праздничных мероприятий. Вот о них нам бы хотелось услышать подробнее. Мы решили не просто провести три праздничных дня – 25, 26 и 27 и сделать этот праздник только в центре города Артема. Мы в этом году решили сделать праздничные мероприятия в течение всего августа и провести его по всем территориальным управлениям нашего города, то есть по всем поселкам. То есть праздник уже начался. Праздник уже начался, да. И поэтому праздничная программа буквально в ближайшие дни будет опубликована и в средствах массовой информации на нашем сайте, и в городской газете «Выбор». И мы также все объявления развешиваем еще и в автобусах, чтобы жители, которые перемещаются, могли прочитать нашу праздничную афишку. Но я хочу сказать, что в территориальных управлениях в этом году мы тоже решили сделать праздники. Например, вот в территориальном управлении «Угловое» праздник будет проходить, он будет микрорайонного типа, 24 числа, 18 часов, тогда, когда люди уже приходят с работы и могут поучаствовать в этом мероприятии. Непосредственно в районе Берзарина, в районе Двойка и 25-го на Сахалинской. В Заводском праздник начнется уже 12 августа, это вот в эту субботу, в 11 часов утра. Этот праздник приурочен к Дню строителя, поскольку мы знаем, что в Заводском живет очень много строителей, и бывших строителей, и настоящих строителей. Также праздник пройдет 25 числа в поселке Артемовском, возле Дома культуры. То есть мы решили, что все жители города Артема должны быть причастны к этому празднику, и не только поучаствовать 25-26 числа в городских мероприятиях, которые пройдут в центре города, но и сначала поучаствовать во всех мероприятиях, которые мы сделали в территориальных управлениях. Мы с вами прекрасно понимаем, что праздник – это не просто люди собрались и отмечают, а это еще какие-то мероприятия, в том числе и культурные. А как учреждения культуры готовятся к этому празднику, вернее, к этим праздникам? Буквально все учреждения культуры, которые располагаются у нас в округе, они все активно принимают участие в подготовке праздничных мероприятий. Это клубное наше учреждение, которое располагается в территориальных управлениях. Это непосредственно у нас большое участие в этом году принимает и музей, и библиотека, дворец культуры. Детские школы искусств нам, естественно, так как у них самые талантливые, самые замечательные дети обучаются в этих школах, то они будут все активно принимать участие в тех праздничных мероприятиях, которые будут проходить на территории округа. То есть они будут принимать каким образом? Это будут концерты, это будут какие-то выступления или что это будет? Ну, конечно. Это будут концертные программы, то есть непосредственно те концертные программы, которые, независимо от того, будут непосредственно в центре города проходить, либо по территориальным управлениям, эти, ну, наша молодежь и непосредственно все творческие коллективы будут задействованы в концертных программах, в праздничных программах, в конкурсных программах. Вот концертные коллективы или, как их назвать, концертные... Творческие коллективы, наверное. Да, творческие коллективы. Они будут перемещаться из одного центра в другой или на каждой площадке будет своя самодеятельность? Нет, почему? Они будут, естественно, перемещаться по площадкам. Ну, вот, как уже сказала, например, Наталья Серафимовна, что у нас будет, ну, так скажем, целый комплекс творческих мероприятий праздничных, то же самое, на территориальном управлении угловое, да? Мы знаем там, что нет дома культуры своего. Естественно, там, на этих площадках мы привлекаем буквально всех. И работники музея будут работать у нас непосредственно, будут организовывать исторический квест, да, кукольный спектакль. Там же будут... Ну, это будет проходить все на открытом воздухе, да? Конечно, это будут открытые творческие площадки. Ну, если непогода, то, ну, конечно... Мы будем надеяться, что все будет хорошо. Надеемся, что все хорошо, но если будет непогода, я думаю, что мы праздник перенесем на другое число, и микрорайонного типа, я имею в виду об этом, оповестим, естественно, жителей того микрорайона, для которого мы делаем этот праздник. Что касается по концертным площадкам, то почему мы проводим именно в территориальных управлениях другие числа накануне, да, чтобы дать всем возможность жителям города Артема, всем жителям поучаствовать в мероприятиях, которые пройдут непосредственно в центре города 25-26 числа. Потому что традиционно 25-го числа мы проведем торжественное собрание во Дворце культуры угольщиков, где будем честовать самых лучших людей города Артема и покажем также самые лучшие концертные номера. 25-го числа в пятницу, после торжественного собрания, мы приглашаем всех жителей в парк культуры и отдыха, где будет своеобразная ретро-площадка летние вечера в городском парке. Наталья Ивановна тоже скажет, мы хотим возобновить ту хорошую традицию, которая существовала ранее по проведению летних вечеров под духовой оркестр, либо под исполнением вокалистов, песен разных тех времен, чтобы люди могли отдохнуть, потанцевать. Потому что мы все знаем, что парк культуры и отдыха – это излюбленное место горожан. Его посещает ежедневно от 200 до 1000, а то и более человек, если хорошая погода. Там и мама с детишками, и дети, которые катаются на велосипедах, на роликах, и люди старшего поколения. Поэтому, чтобы было более интересно и как-то вот эти традиции возродить, мы решили сделать такие вечера. 18-го числа уже пройдет первый вечер. Это будет первый вечер в 18.00. Поэтому мы всех жителей... А что, будет еще и второй? Четыре вечера запланировано. Да, четыре вечера у нас будет запланировано. Первый у нас будет 18 августа в 16.00. 18.00. 18.00. Поэтому всех желающих, кому интересно принять участие в этой ретро-программе, мы приглашаем. Хорошая идея, потому что у нас для молодежи очень много делается. И для людей пожилого возраста тоже много делается. А вот это поколение средних лет, оно как-то выпадает из общественно-культурной жизни города. И вот, пожалуйста. Я думаю, эта площадка как раз будет для людей разных возрастов. И для людей за 50+, и до 50. Ну, я как раз о них и говорю. Да. И еще у нас было обращение от Совета ветеранов, от общественных организаций, которые также хотят показать свое творчество нашим жителям нашего города. У них есть хоры, например, хор ветеранов, который хочет показать свое творчество. Поэтому это как раз площадка для реализации творческих способностей тех жителей, самодеятельности, которая сегодня существует в городе Артеме. Ну, это что касается вот 25-го числа, ретро-площадка, значит, будет работать в парке, плюс торжественное собрание. А 26-го числа, непосредственно вот в день празднования Дня города и Дня шахтера, работайте, мы начнем с 10 утра, будем работать до 24-х. Вот тут будут разные мероприятия площадочные для всех возрастов. Начиная и для маленьких детишек, и для взрослых людей полностью. Детский парк, аллея взрослого парка, сам взрослый парк, да, парк культуры и отдыха, запасной стадион. То есть там везде будут различные площадки. Поэтому каждый человек может посмотреть, выбрать для себя, что ему будет интересно. Ну, и, конечно же, большой концерт творческих коллективов. Это уже в парке культуры и отдыха. Ну, и вечерняя программа, как всегда, дискотека. И мы приглашаем коллектив из города Владивостока творческий «Ураган». Он сейчас очень популярен, поэтому у нас будут гости из города Владивостока на вечерней программе. Это 26-го. 26-го. А 27-го? 27-го у нас традиционное мероприятие на шахте Амурской. То есть там также пройдут праздничные мероприятия, которые посвящены как дню города, так и дню шахтера. Город действительно уже очень серьезно готовится к этому празднику. И наверняка вот в рамках подготовки идет ремонт дворца культуры города Артема. Планируется проведение капитального ремонта помещений дворца культуры угольщиков. То есть, наверное, кто уже посещал дворец, ну вот до этого, то увидел, какие у нас уже прекрасные помещения есть, где занимаются творческие коллективы. Какой у нас красивый розовый зал, да. У нас отремонтирован уже паркетный зал. В этом году планируется провести ремонтные работы также по помещениям. И кроме этого сделать ремонт в большом зале. Поэтому к ремонтным работам планируется, что мы приступим, наверное, в конце сентября. И они где-то продлятся, наверное, до конца ноября этого года. То есть день города пройдет еще в не отремонтированных аудиториях и залах? Да, к сожалению, мы планировали, что мы сделать, сможем успеть все до дня города. Но здесь есть определенные нюансы, которые связаны непосредственно с финансированием. А так как у нас это все идет не только из местного бюджета, а ремонтная работа осуществляется в рамках софинансирования как местного, так и краевого бюджета. Поэтому немножко сроки у нас сдвинулись. Ну, дорожки-то будут заасфальтированы? Надеемся, что будут дорожки заасфальтированы. Слава Иванович, в связи с этим мы хотели бы обратить внимание жителей города, что 26 числа в субботу, когда пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, то мы весь праздник переносим как раз на аллеи парка культуры и отдыха и в сам парк. То есть мы уходим от придворцовой площади, поскольку там будут либо уже закончены ремонтные работы, либо они будут заканчиваться. Поэтому и выставка прикладного творчества, и выставка цветов, они все будут отнесены за дворец. Ну, это традиционная, очень любимая Артемов с вами выставка. Просто оно будет отнесено за дворец, не на придворцовой площади, не во дворце, а за дворцом. Ну, опять же, если позволит погода. Мы надеемся, что нас погода на День города не подведет. Не так давно Дом культуры Диана отметил свое 35-летие. Праздник прошел весело, здорово, но какой-то все равно грустный осадок остался. Мне хочется отметить, что начиная с этого года, с 2017-го, достаточно очень большое количество денежных средств, в частности, из местного бюджета, идут на ремонтные работы домов культуры, которые располагаются у нас на территории округа. Это все, конечно, благодаря поддержке со стороны главы Артемовского городского округа и со стороны депутатов. Мы вот проговорили про Дворец культуры угольщиков, про капитальный ремонт, но у нас также в этом году будет капитальный ремонт на условиях софинансирования Дома культуры имени Артема. И кроме этого, не только в этом году будут выполнены определенные работы, но и на следующий год мы планируем заложить денежные средства в местный бюджет, чтобы принять участие на софинансировании в краевой программе. Дома культуры в таком состоянии, это правда. Многие из них выглядят в очень... Убого. Ну, убого, потому что, действительно, ограниченность средств местного бюджета не позволяла ежегодно вкладывать средства для того, чтобы ремонтировать. Сегодня политика совсем иная, мы стали вкладывать деньги в учреждения культуры, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем наши дома культуры обретут очень даже достойный вид. Но при том, при всем, что у них вот такой скромный вид на сегодняшний день, мы продолжаем работать, там очень яркая культурная жизнь в этих домах культуры. Творческий потенциал большой. Потому что творческий потенциал наших работников большой, и жители округа, видя это, тоже активно участвуют во всех тех мероприятиях, в той кружковой работе, которую проводят эти дома культуры. Как только заканчивается День города и День жахтёра, тут же следует другой праздник. 1 сентября, День знаний. Я знаю, что сейчас идёт приёмка школ и детских садов. Вот, хотелось бы, пользуясь случаем, услышать от вас, в каком состоянии школы и детские сады. Со 2 августа началась работа комиссии по приёмке школ и дошкольных учреждений. И хочу отметить, что с каждым годом учреждения, они становятся всё лучше и лучше. Это отмечают члены комиссии, поскольку они ежегодно принимают в таком составе школы. Старается и педагогический коллектив, и руководители этих учреждений. Хочу сказать, что на сегодняшний день уже принято 25 учреждений. Все они очень достойны, эти учреждения. Конечно, в ходе проверки специалисты комиссии делают какие-то замечания, но они все очень несущественные, которые будут устранены до 1 сентября. И поэтому наши все дети 1 сентября придут в отремонтированные школы, косметически отремонтированные. Я хочу сказать, что в этом году, так же как и в культуру, в образование было очень много направлено средств местного бюджета на подготовку и на различные ремонтные работы, на подготовку учреждений к новому учебному году. Именно в школы только 53 миллиона было направлено из средств местного бюджета, и 18 миллионов было направлено из средств краевого бюджета на учебные расходы. Я хочу сказать, что было приобретено очень много учебников, Было приобретено очень много инвентаря для учебных классов, поэтому можно сказать, что подготовка идет очень хорошо по плану, и приемка идет хорошо, и я думаю, что 1 сентября будет настоящий праздник для наших детей. Несмотря на то, что из городского бюджета было вложено в образование очень много денег, продолжается традиционная акция «Помоги собраться в школу». Как она проходит в этом году? К сожалению, еще много семей, которые по независимым от них причинам живут сегодня, скажем, скромно и не могут самостоятельно, без чьей-либо помощи собрать детей в школу. Поэтому мы традиционно объявили акцию «Помоги собраться в школу». Многие руководители предприятий, организаций, жители города откликнулись на эту акцию, за это им большое, огромное спасибо. На сегодняшний день мы собрали уже 260 тысяч рублей, это немного больше, чем в прошлые годы. У нас на сегодняшний день есть заявление об оказании помощи 132 детям. Это из малобеспеченных семей, из многодетных, из семей, где дети находятся под опекой. Мы в ближайшее время проведем заседание Совета фонда, где примем решение, что каждому ребенку окажем небольшую материальную помощь, которая поможет приобрести что-то в школе. Либо это вещи, либо это школьные принадлежности. Акция продолжается, и даже она не заканчивается 1 сентября. Если кто-то захочет еще оказать помощь, то, пожалуйста, мы, фонд соцподдержки, такую помощь примет. И если у какой-то семьи окажется сложная ситуация, действительно нет средств, чтобы приобрести что-то, пожалуйста, также обращайтесь до фонд соцподдержки, 110 кабинет в администрации города. Помимо акции «Помоги собраться в школу», у нас в городе проводится еще одна гуманитарная акция. Это оказание помощи жителям районов, пострадавших от наводнения Уссурийска и Хасанского района. И уже активно идет сбор вещей в нашем городе. Администрация имеет к этому какое-то отношение? Мы знаем про эту акцию. Центр соцобслуживания на ЛАЗО-38, они подключились к этой акции, поэтому если жители хотят принять участие, пожалуйста, можно к ним обращаться. В фонд соцподдержки, к сожалению, такой активности нет, люди не обращались. Но если люди обратятся, жители нашего города, руководители предприятий, то мы, конечно же, примем весь гуманитарный груз и отправим его по назначению. Но уже есть пункт приема, и он не имеет никакого отношения ни к социальным службам. Это просто волонтеры, артемовские предприниматели организовали пункт сбора помощи и ежедневно по несколько грузовиков отправляют в районы пострадавших от наводнения. Сразу же после нашей программы в эфир выйдет сюжет. Наталья Ивановна скажет, что у нас очень хорошо развито волонтерское движение. Нас действительно люди, жители нашего города, откликаются на любые призывы о помощи. Спасибо им за это. И мы думаем, что если кто-то организует свой пункт, как вы говорите, кто-то организовал, это очень даже похвально, и мы это только приветствуем. Ну да, хочется сказать спасибо тем людям, которые проявляют активную жизненную позицию во всех общественных делах. И я думаю, что когда ранее всегда сложилось такое мнение, что активность должна всегда проявляться со стороны администрации. Но на самом деле, я считаю, когда кому-то что-то навязываешь, допустим, сделать то, либо иное действие, либо провести ту, либо иную акцию, она не так активно проходит и не с тем желанием. Не все получается. Да, не все получается. А если непосредственно это идет инициатива от жителей, от общественности, то это намного лучше. И как было вот в прошлом году, да, такая же печальная история, именно волонтерское движение, причем хочу отметить, что оно было волонтерами организовано достаточно уже взрослыми людьми, так скажем, можно назвать их молодежью, но это молодежь кому за 30. И очень это было приятно, что такие люди у нас существуют. Но я думаю, что если необходимость какая-то нужна будет со стороны администрации в предоставлении помещений, либо в организации транспорта, то администрация всегда подключится и откликнется. Поэтому, когда мы даже проводим, если вернуться к нашим мероприятиям по дню города или другие различные праздничные даты отмечаем, мы всегда говорим, что если от жителей нашего города, независимо какого они возраста, будут поступать предложения, какие-то идеи, то мы с удовольствием эти идеи рассмотрим. И если они будут хорошими, яркими, позитивными, направленные на положительные эмоции, конечно, почему бы их не взять в наш праздник. Пожалуйста, мы даже будем привлекать тех людей, которые нам эти идеи подадут, в организацию того или иного мероприятия. Я думаю, что несмотря на природные катаклизмы, праздник никто не отменял. И он обязательно состоится в нашем городе. День города и День шахтера. Также он пройдет во всех территориальных управлениях Артемовского городского округа. Это была программа «Свободный диалог». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова